Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет «Орел» и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты – все мое. Размечтался. Я вообще-то смотрела программу и я знаю, что может выпасть «Решка». А значит, премиальная карта Мастеркард моя и все ее возможности мне. Да-да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не «Решка», это «Орлица» какая-то. Ты знаешь, кстати, что я француз? Меня же родители нашли в круассане, в капучино вот так обмахнули, отряхнули и воспитали. Антош, ты повсюду иностранец, повсюду родит слой, пора определяться. Это так. Бонжур, пардон, мерси. Вот весь мой набор. Да-да-да, господа, у меня карта ваша ведущая. Всем привет, это «Орел и решка» и вы догадались, что мы приехали в Париж посмотреть на самую известную железную леди в мире – Эйфелеву башню. Но я бы сказала, она еще и самая изящная, самая романтичная леди в мире. О-о-о, если ты сама завела разговор о романтике, позволь сказать тебе три самых главных слова, которые хотят услышать в Париже. Вот твой рюкзак. Ну раз такое дело, мне есть чем тебе ответить. Это взаимно, Антоша. Окей. Орел? Решка. Знаешь что? Давай-давай, иди. Нормально, у меня тоже будет хороший уикенд. Я включу Лару Фабиан и разрыдаюсь. Понятно? А, это мое отчет. Я привык. Желаю не умереть в Париже, а я пошла шикарно гарассировать. Есть на планете место, о котором мечтает каждая девушка. В котором также важно побывать, как родить ребенка и удачно выйти замуж. Про которое говорят один раз увидеть и умереть. Ну вот же она. Это Эйфелева башня в Париже. Первое, что нужно знать туристу про город его мечты – здесь шокирующе дорого. Дело за малым – обменять 100 долларов. У-у-у, 100 баксов в Париже. Это ж 7 круассанов. 82 евро в Париже улетают по челчку пальца. Но не хватайтесь за сердце, я вам расскажу, как можно выжать максимум из романтичного Парижа, имея такой неромантичный бюджет на уикенд. Если главная цель увидеть Эйфелеву башню – поезжайте в город на поезде. Билет на поезд – всего 10 с лишним евро. Всего лишь. Да, дорого. Но если добираться на автобусе за 6 евро, можно застрять в пробках на полдня. На поезде доезжаете до станции метро Данфер Рошро и пересаживаетесь на шестую линию. Круто, что билет на поезд действует еще и в метро. Садитесь и едете прямиком до станции Трокадера. Можно, конечно, и сюда. Вот тут даже немножко намекаешь, что тут Эйфелева башня. Но вот здесь гораздо красивее вид. Мэннифик. Для того, чтобы у меня все было мэннифик в Париже, мне нужна бомбезная тачка и бомбезный водитель. А вот и он. Бонжоу. 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 Помчали? Мечта каждой девушки провести уикенд в Париже так, чтобы он запомнился на всю жизнь. И деньги при этом не считать. Поэтому я не буду ни в чем себе отказывать. Все два дня меня будет катать одна из самых дорогих машин представительского класса – Мерседес Майбах. Эта тачка стоит 200 тысяч евро. Но с виду так и не скажешь. Дизайн Майбаха не такой помпезный, как, например, у Роллс-Ройса. Суть Майбаха – знать, что ты стоишь 200 тысяч евро, но не выставлять этого на показ. Это очень по-европейски – быть миллиардером, но не кричать об этом. Катаясь по центральным улочкам Парижа, сразу понимаешь, почему все говорят, что с каждым человеком хоть раз в жизни должен случиться Париж. Ой, нравится мне Париж. Париж, он помпезный, изысканный и слегка старомодный, но именно это делает его таким романтичным. Красиво невероятно! Просто запечаешься. Я сейчас еду по одной из самых знаменитых улиц Парижа, которая называется как? Елисейские поля – Шан-Залезе. О, триумфальная арка! Но она почему-то вся занавешана какими-то непонятными простынями. 185 лет самая известная арка мира выглядела вот так. Но в этом году ее укутали в серебристую полипропиленовую ткань. Обернуть триумфальную арку в упаковку было заветной мечтой знаменитого художника Христа. Стоял памятник искусству. Весь такой был фактурный, рельефный, было на что посмотреть. Сяли в чехол, обернули. Идея автора – показать, что любое искусство, увы, недолговечно. И на эту задумку власти Парижа не пожалели 14 миллионов евро. Но кроме триумфальной арки с каждым туристом в Париже должна случиться Эйфелева башня. Ну вот же она. Эйфелюшка, привет! Я сейчас буду проезжать прямо, можно сказать, прямо под ней. Я вот думаю, сколько целующихся парочек повидала эта башня. Сколько слов «я тебя люблю» она услышала. Через час я приехал на свидание с Эйфелевой башней на площадь Тракадеро. А где она? Что, снесли без предупреждения моего? Намек ясен, направление верное. Мать моя Бастилию штурмовала. Привет, знаменитая французская кокетка. Несмотря на то, что солнце пытается яростно и ревностно выжечь мне глаза, чтоб я на нее не смотрел, официально заявляю, я, наверное, миллиардный житель планеты, который восхищается этим чудом света. Когда мы встретимся, под паренью, и паренью, и паренью, и паренью, и паренью, и паренью. Вопросы, потому что вы танцы рядом с Эйфелевой башней, а что для вас? Фель, это представляет Париж. Французская. Да, это праздник здесь. Вау, вау. А для вас Эйфелева башня что? Символ любви. Символ любви? Ну тогда целуйтесь. В чем же секрет Эйфелевой башни? Как так получилось, что железяка весом 7 тысяч тонн стала символом любви и самой узнаваемой достопримечательностью в мире? Хотя изначально ее вообще хотели снести. 132 года назад Гюстав Эйфель сконструировал башню просто как ворота на всемирную выставку. Тогда парижане расплевались и сказали, что Эйфелева башня – это шрам на лице Парижа. Парижане считали дни календаря, когда это уродство разберут на металлолом. Но башня спасла ее нереальная на то время высота – 312 метров. На самое высокое строение в мире только в первый год приехало посмотреть 2 миллиона туристов. А потом на фоне Эйфелевой башни сфотографировалась кинодива Одри Хетбер. И с тех пор… понеслось. Бесполезная железная башня стала лучшей подружкой всех влюбленных и ее решили оставить в Париже навсегда. Мог ли представить Гюстав Эйфель, что сотворит чудо света, когда вдохновлялся мерзкой бедренной костью? Ну все, главный символ города увидел, считай, увидел Париж. Так, что там по плану дальше? Увидеть Париж? А, ну логично. Вы ж, наверное, захотите увидеть Эйфелеву башню поближе? Ладно, потяну до конца сезончика. Когда подходишь к Эйфелевой башне, понимаешь еще одну причину помешательства на ней. У башни безупречный силуэт, который напоминает силуэт женщины. Подобных сооружений в мире нет. Башня должна была быть прямой, но Гюстав Эйфель сплюснул ее, чтобы получить женственный силуэт. Лифты должны были ездить посередине, но Эйфель сказал, что этому не бывает. И сделал так, чтобы лифты ездили по диагонали, как бы по ножкам башни. Железная Леди красуется на Марсовом поле. Это самое любимое место туристов и парижан. А теперь от романтики к ценам. У Эйфелевой башни три яруса и на каждый можно подняться. На самый верх везет лифт за 26 евро. На второй этаж лифт почти за 17 евро. Еще на второй ярус турист может подняться пешком за 10 с половиной евро. Но выше только на лифте. Ажиотаж. Ну и серьезно спасибо ковиду, что теперь тут наверное в тысячу раз меньше туристов и нет очередей. 328 ступенек до первого этажа и первой смотровой. Обычно я устаю на 327 ступеней раньше. Рубрика «Факты с легкой отдышкой». Вот вы знали, что за все годы на Эйфелеву башню поднялось более 300 миллионов человек. Для сравнения, в США проживает 328 миллионов жителей. Пока Антон считает ступеньки и капли пота, меня на самый верх поднимет лифт всего за пару минут. Рубрика «Факты со средней отдышкой». Сейчас высота Эйфелевой башни вместе со шпилем 324 метра. Но каждое лето она подрастает еще на 20 сантиметров. В жару металл расширяется и башня растет. Еще пушка-факт, чтобы железная леди не ржавела, ее перекрашивают каждые 7 лет. Изначально башня была коричнево-красной, потом желтой и только потом она надела свое фирменное коричневое платье. Фух, рассказал. Вау, как я высоко. Ой-ой-ой. Даже немножко как-то волнительно. Как высоко. О-о-о. Но я в клетке. Ой, голова не пролезает. О, пролезла. О, что значит выражение «птица в золотой клетке» с безлимиткой, а хочется свободы. Лучше бы они убрали эти железные штуки. Решетки – это вынужденная мера безопасности. За все время с башни спрыгнуло почти 400 самоубийц. Вот такое оно, самое романтичное место в мире. Кроме решеток всю романтику убивают еще и толпы романтиков. В общем, ребята, вывод таков. Пардон, даже если у тебя много денег, если у тебя безлимитная карта, все равно не удастся сюда подняться и насладиться всеми этими красотами в одиночестве. Так не работает. Пардон. Эйфелеву башню построили за два года, два месяца и пять дней. Я планирую подняться на второй ярус быстрее. Челыча септит. На самой высокой точке Эйфелевой башни можно бахнуть шампанского для настроения и заесть черной икрой. За 50 евро. Ну я же с безлимитной картой, я могу себе это позволить. Мне пузыриков. А че пластик-то? Да. Для безопасности. Ну конечно, сейчас напьюсь, еще стаканами начну кидаться тут. Ну что, Париж, за тебя. Ну вот, вот это я понимаю. Роскошь. С видом на весь Париж эти черные икриночки растворяются у меня во рту. Через полчаса я наконец-то покорил эти 704 ступеньки. Второй ярус. Умопомрачительный вид. Секунду. Секунду. Я не знаю какой вид там у Анфисы, но мой манифик. Вот когда на тебя не давят решетки, вид абсолютно другой. И я понимаю, что Эйфельва башня многие годы была спорной конструкцией, но вид с нее, я надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений. Цены на отеле Парижа определяются близостью к Эйфелевой башне. Стандартный номер в пятизвездочном отеле в десяти километрах от башни стоит 200 евро в сутки. В пяти километрах от башни – 400 евро в сутки. В трех километрах от башни цены уже от 1000 до 3000 евро в сутки. На расстоянии одного километра номер с видом стоит 6000 евро. А если твоя мечта жить с башней нос к носу, придется раскошелиться на 8000 евро. Это минимум. По цене за мой номер сразу поймете, как близко я подобралась к Эйфелевой башне. Я буду жить в отеле Шангри-Ла в номере за 12 тысяч евро. Я в лучшем отеле Парижа. Чего тут? Конечно же я могу за это заплатить. Спасибо. Это для вас. Спасибо. Мой. Я сняла себе номер за, внимание, 12 тысяч евро. На эти деньги я и ты, Игорек, сможем жить, ну, год. Что же это будет? За шокирующие 360 тысяч гривен в сутки ты получаешь мрамор. Так чисто аж скрипит прям. По одному движению ваших пальцев вы можете изменять освещение в номере. Будем тестить. Итак, в студию Блэкаут. А, вот это? А, вот это? Класс. Технологии. Это кровать. Вот же она. Ой, хорошо как стало. Классно. Буду здесь отдыхать. Обои, они тканевые, они из шелка. Богато. Что я вижу. Эйфелеву башню я вижу. И теперь я понимаю, что все-таки вот за что я отдала эти 12 тысяч евро. За вот этот вот сногсшибательный вид. Стоя на террасе с головокружительным видом на Эйфелеву башню, понимаешь, насколько выигрышно она смотрится в Париже. Эйфелеву башню видно со всех точек города. Но если бы рядом с ней построили небоскребы, она бы сразу затерялась. Именно на контрасте Эйфелева башня воспринимается как самое настоящее чудо света. Если б я был тут со своей любимой девушкой, я бы конечно не поскупился и купил бы нам билет на самый верх Эйфелевой башни. Но мне еще надо здесь где-то ночевать, что-то есть и хоть что-то еще увидеть. И вообще я жмот. Поэтому я вниз. Цены в Париже ломают все планы бюджетного туриста. Вот, например, цена за салат «Цезарь» в скромненьком кафе. Для сравнения, в соседней европейской столице, в Берлине, «Цезарь» можно съесть за 3 евро. В Париже один кусок пиццы стоит почти 5 евро. А в Риме за эти же деньги можно купить целую пиццу. А вот стоимость квартиры в Париже – 7 миллионов евро. Квартира с таким же метражом в центре Амстердама стоит в три раза дешевле. Цены в Париже – обнять и плакать. И виновата в этом Эйфелева башня. С каждым годом образ башни романтизировался. Мечтой половины девушек на планете была свадебная фотосессия или предложение руки и сердца возле Эйфелевой башни. Башня как магнит притягивала по 7 миллионов туристов в год, которые сами спровоцировали рост цен в Париже. Убери Эйфелеву башню из судьбы Парижа и был бы просто красивый европейский город с умеренными ценами. Как Амстердам или Берлин. Но выдыхаем. 82 евро на два дня в дорогущем Париже – это не приговор. Если знать секрет, как сэкономить на еде. Нет, вам не придется все два дня давить сабагетом. В Париже можно питаться едой из ресторанов со скидкой 70%. Различные рестораны и кафе, чтобы не выбрасывать то, что они не продали за день, продают это за бесценок в специальном приложении. Называется оно «too good to go». Тут у некоторых ресторанов есть конкретные блюда, а у некоторых мэджик-бокс. Звучит, как какая-то хорошая запрещенка. Конечно, мэджик-бокс. Класс! Стоил почти 13 евро, а сейчас 4. Берем. Тут безналичный расчет. Олеж? Олеж? Я во Франции, тут появилось слово альфонс. Поделим поровну. И я отдам 4 евро. Волшебную коробку с едой тебе не доставляют. За ней нужно прийти самому. Набор блюд волшебной коробки – это сюрприз для голодного покупателя. Вау! Не останавливайтесь! Первое, второе десерт за 4 евро. Я не удивлюсь, если она мне еще предложит акции в своей компании. О, и еще один! Вау! Олеж, все по-честному. 4 евро. Едой делиться не буду. Прошу к столу. Уцененная еда – это отличный вариант для туриста, у которого на Париж 82 евро. За смешные деньги у тебя полноценный мясной обед и ужин с десертом. С такими волшебными коробками можно два дня питаться в Париже всего за 8 евро. Когда деньги можно не считать, перед туристом открываются двери одного из лучших ресторанов Парижа – Ля Богинья. Я заказала себе легкий обед за 4 тысячи гривен. Карпаччи из морского леща с чили, гранатом и цветами настурции. И шоколадно-ванильный мельфей на десерт. Сочетание отличное. Я в кайфе. Ну что, продолжаем исполнять мечты в Париже? Многие из нас грезят отправиться в круиз по самой романтичной реке мира – Сейна. Девочки, один взмах безлимитной карты и вы сидите в частном гайпикатере с красавцем-капитаном. Кудряшки у него такие с сединой. Капитан. Трансесс. Так, мы поплыли. Во время вип-круиза по сене богач увидит самые известные достопримечательности Парижа. Проплывают чудо света. Какая ж ты красивая, зараза. А сейчас мы с Мартином приближаемся к мосту Александра Третьего. И говорят, что если поцеловаться на этом мосту, то этот союз будет вечен. А если под мостом поцеловаться. Все мы знаем, что несколько лет назад случилась очень масштабная трагедия. Нотр-Дам – один из главных символов Франции. Когда собор горел, это было ужасно. Но люди жертвуют деньги на восстановление. Все французы и иностранцы помогают спасти наш Нотр-Дам. Самое дешевое жилье в Париже находится в самом отдаленном от центра районе Северного вокзала. В интернете пишут, что туристам жить здесь рискованно. Район называют черным. Здесь прописались нищие мигранты из Индии и Сирии. И местная полиция. Именно тут находится самый-пресамый дешевый хостел в Париже – Сент-Кристоферс. Самое нищебродское койко-место стоит 22 евро. В моей комнате за эти деньги в стоимость входит еще девять человек. И все. Хочешь быть сухим – плати 3 евро. В самом дешевом хостеле самого романтичного города мира не будет никакой романтики. Вместо французских парфюмов – аромат носков. А вместо «Я тебя люблю» – на ушко – храп соседей и гаудеж с улицы. А ну всем быстро спать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Мария! Доброе утро, Турефель! Доброе утро, углеводи! Поехали. Ублёг! Хм! Кхм! Хм! Так хорошо, что аж подавился. Мммм... И это ж там Антошка где-то бродит. А у меня тут уют, комфорт и эйфелевая башня во всей красе. С премиальной картой Мастеркард могу себе позволить такой отдых. С ней я могу не только забронировать отель на особых условиях с приятными скидками, но и выбрать интересное развлечение. Позвоню в консьерж-сервис, подберем что-то интересное. Даже если у вас катастрофически мало денег на Париж, не лишайте себя главного удовольствия каждого француза утром. Съесть на завтрак воздушный, хрустящий, тающий во рту... круассант. В пекарне Лоран Дюшен готовят не просто вкусные круассаны, а лучшие круассаны в Париже. Раз в год в Париже проходят конкурс на самый вкусный круассан. И в 2020 году победил вот этот парень. Круассаны в этой пекарне дорогие, в Париже есть и дешевле. Но не пожалейте полтора евро именно на этот классический круассан без начинки. Кстати, круассан на самом деле не француз, а австриец, но именно французы довели его до совершенства. Чтобы получить идеальное круассановое слоеное тесто, французы добавляют много жирного сливочного масла. Потом повторяют эту махинацию с тестом еще семь раз. И в печь! Он такой нежный, приятно хрустящий. А самое интересное, ты начинаешь его жевать вкусно и потом еще остается вот это приятное масляное послевкусие. Весь свой романтичный план в Париже я выполнила. Поэтому с чистой совестью уезжаю из города, чтобы окунуться в мир развлечений французской знати. Конное поло. Что может быть благородней? Раньше так проводили свой досуг представители королевских династий. А сегодня это сделаю я. Конное поло – это самый благородный и самый элитарный спорт в мире. В кругу аристократов даже говорят, если ты не умеешь играть в поло, значит ты аристократ наполовину. Поло – это что-то типа гольфа верхом на лошади. Игрокам нужно виртуозно держаться в седле и забивать мяч клюшкой в ворота противника. Поло – немыслимо дорогой вид спорта. Одно только членство в элитном конном клубе может стоить от 5 до 20 тысяч евро в год. Еще нужно обзавестись конем – породистым, чистокровным жеребцом за пару десятков или за пару сотен тысяч евро. Ах да, не забудьте еще прибавить 50, а то и 100 тысяч евро на его содержание. Для игры в поло дорогущим скокунам сбривают гриву. И заплетают хвост, чтобы ни грива, ни хвост не запутались в клюшке. За 200 евро туристы научат укращать жеребца и правильно играть в игру аристократов. Сначала потренируемся на деревянной лошади. И я на коне. Главное вот этой палкой лошадь не убить. Надо как-то очень аккуратно. Ладно, я все готова. Попинаем мячи сейчас. Давай-давай-давай, мой хороший. Давай-давай-давай-давай. Ой, мимо. Сидя на диване у телевизора, может показаться, что махать клюшкой верхом на лошади проще простого. Но поверьте, это очень и очень нелегко. Ты должен управлять резвым скакуном одной рукой, а второй управляться с клюшкой. Ну ух, у меня уже просто все запястье затекло. Как же вы это делаете-то? Ау! Ну может сейчас будет не мимо? Пропалываю грядки на этом поле. Нет-нет-нет, мы забьем все равно, давай разворачиваемся! Я-а-а-а-а-а-а-а... Ух... У-у-у-у! Возу мой, Олеж, посмотри, авто под габариты ведущего. Дай лупу, чтоб ее рассмотреть. Это новое чудо французского автопрома – электромашинка Ами. Купить такое чудо можно за 6 тысяч евро или арендовать поминутно за 39 евроцентов. Туристы и парижане гоняют на таких Ами налево и направо. Выгодно брать Ами на сутки – за 60 евро. Это в разы дешевле, чем ездить на местном такси. Единственный нюанс – платить за Ами можно только картой в приложении. Теперь осталось понять, где руль. Внутри ВАМИ все из пластика. А, пардон, чтобы Поппи было не жестко. Сидушки сделали из кужзама. Бедная девочка. Чтобы ездить на Ами по улицам Парижа, права не нужны. Этот шкет может разогнаться до 45 км в час и проехать на одной зарядке 70 км. Если ваш бюджет на уикенд в Париже больше, чем 100 долларов, смело арендуйте Ами. Не пожалеете. Ну, как тебе такое Илон Маск? Транспорт будущего. Самое страшное – это, конечно, если вас собьет на нем голубь. Это, конечно, смертельно. В часе езды от Парижа находится еще один символ Франции, который обязан увидеть каждый турист. О, да. Резиденция всех французских королей. Одно из самых известных мировых культурных достояний – это Версаль. Это самая восхитительная и самая роскошная резиденция французских монархов. 800 гектаров вычурных садов, помпезных фонтанов и дворцовый комплекс на 3500 комнат, который оценивается в 260 миллионов евро. В Версальском дворце каждый в свое время жили любимец французов – король Людовик XIV и королева Мария Антуанетта. Посмотреть, как жили французские монархи, можно за 20 евро. Но богатому туристу не Камильфо стоять в очередях. За 150 евро можно купить приватный тур с гидом, который проведет через ВИП-вход. Меня зовут Тарас. А меня Анфиса. Добро пожаловать в Версаль. Знаете, извините, что так официально, просто такая атмосфера, хочется держать спину сразу же. А с чего мы начнем? Мы начнем с апартаментов короля. На встречу самому красивому человеку 17 века, к Людовику XIV. Все в росписях, как это красиво! Ребята, я не знаю, как вам передать свои чувства, но я такого не видела никогда. Такого великолепия и такого шика. Я как будто завороженная здесь хожу. И я не могу представить, у меня в сознании не укладывается, что Людовик так жил. Это просто его будни, вот эти вот хрустальные аллеи, это его повседневная жизнь. Я чихнуть тут боюсь. Теперь понятно, на что ушло 260 миллионов евро. Французские короли купались в хрустально-золотой роскоши. Это бархатные стены, да? Да, для того, чтобы сохранять тепло и определенный уют, стены обивали либо кожей, либо различными материалами. И именно здесь, например, Людовику XIV подавали шампанское. Это кабинет Людовика. Здесь французский король вершил судьбу мира. Говорил, быть войне или не быть. Все в золоте. А это спальня Людовика XIV. В ней король официально засыпал и официально просыпался. И вокруг него было человек 20, которые за этим наблюдали. И он вставал при всех, самых приближенных. Потом, значит, утренний туалет, который изучали. В прямом смысле изучали его туалет. Это салон Богини Любви. Венера? Венера. И здесь, в самом центре этого салона, вы видите нашего любимого Людовика XIV в античных одеждах, в парике. А почему зал Богини Любви Венеры и в центре Людовик XIV? В чем подвох? Самый обожаемый объект этого салона. Обожаемый Людовик XIV отгрохал для себя любимого тысячи комнат, в каждой из которых повесил свои портреты и поставил свои бюсты, на которых не было заметно, что самый красивый король был лысым и без зубов. В жизни он был, ну сказать, уродцем. Раз, 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 раз. Историческое событие прямо сейчас. Французский кантоходец Натан Полиэн пройдет по 670-метровому канату от Эйфелевой башни до дворца Шайо. Мы все замерли в ожидании. Канат натянут на высоте 70-ти метров. Это высота двадцатипятиэтажного дома. Сел, сел. Так, не дышите на него. Давай! Давай! Ваааа! Он сумасшедший! Вы же понимаете, почему мы все тут аплодируем и у нас у всех идут мурашки? Не только потому, что человек делает что-то невероятно сложное и рискует в жизни. Дело в том, что вот этот человек в очередной раз доказывает, что у человеческой мечты нет границ и пределов. И как когда-то Эйфель доказал это, точно так же он, преодолевая все законы гравитации, заставляет нас в очередной раз поверить в мечту. Музыка Гол! У Людовика было две страсти. Фаворитки и фонтаны. На территории Версаля тысяча семьсот фонтанов. Одновременно их включают только ночью и показывают туристам шоу за дополнительные 45 евро. Вау! Я в сказке какой-то. Мне очень повезло. Кроме шоу фонтанов, сегодня в Версале еще и показывают шоу фейерверков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, восторг! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это так красиво! Это просто обалденно! У меня сердце сжимается, у меня мурашки от этой красоты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прячу для вас бутылку в самом романтичном городе мира, в районе моста Клиши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ловите точные координаты. Мост Клиши, скверик между улицами Мартер и Лионблюм. Прямо на входе в сквер, справа в кустах, я спрятала клад. Всем любовь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главный секрет Эйфелевой башни в том, что она уникальна. На нашей планете огромное множество замков, статуй, небоскребов, башен с часами. А Эйфелева башня такая одна. И, скорее всего, ничего подобного уже не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам Гюстав Эйфел сказал, моя башня абсолютно бесполезна, но она необходима миру. Ну вот же она. Сколько слов «я тебя люблю» она услышала. Привет, знаменитая французская кокетка. С безлимиткой охочется свободы. Монифик. Ладно, потяну до конца сезончика. Какая ж ты красивая, зараза. Я, наверное, миллиардный житель планеты, который восхищается этим чудом света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что я вижу? Мой-то увидел Париж и умер, что ли, Антон? Бонжур, мадам, Антон. Бонжур, давай, вставай. Да я вставну, вставну. Движ Париж. Монифик. Я сокрушена красотой этого города и даже не умерла. Это красиво. Я понял, к чему ты ведешь. А я скажу так, мы с тобой люди творческие и я наконец-то понял, что можно ничего не бояться. Потому что после того, как мы уйдем, останутся наши творения. И вот тебе доказательство вон там сияет и вот здесь обернуто за нашей спиной. Понимаешь? Так что если вдруг ты… То есть это настолько все плохо, что аж обернули, да? Да наоборот. Если вдруг ты… то после тебя останутся вот выпуски «Решки». Друзья, до встречи на следующем чуде света. Папа, а можешь помаду-то у тебя есть у меня просто? Есть. Ну давай, конечно. Ну чтоб уж окончательно. Типичная Парижа. До встречи на следующем чуде света. Давай, Римма, целуем всех. Давай, Римма, целуем всех. Давай, Римма, целуем всех. Бонжур полный.